15 урок продолжаем часть б перед тем как начать нажмите пожалуйста прямо сейчас на большой палец вверх поставьте лайк если вы еще не подписаны подпишитесь на канал не оставляйте это на потом прямо сейчас нажимайте лайк класс и хочу напомнить что под каждым видео есть кнопка спонсировать там видит дополнительных плюшек я буду выкладывать несколько раз в неделю видео уроки такие практически с практикой с тренировкой мы с вами продолжаем 15 урок закупы на пикник покупки для пикника на пикник мы помним что после названия упаковок у нас идет дополнитель также после глаголов батча шукач слухать бояться искать слушать мы также используем родительный падеж после количества или сколько дужу мало килька троха не вели много мало несколько немного также мы используем дополнительный падеж и так упражнения один нам нужно упорядочить предложение прочитать и перевести диалог давайте прочтем честь сильвия едешь с нами на пикник така пеньк на погода врэшче мамы золотом польском ещень привет сильвия ты едешь с нами на пикник такая хорошая погода наконец у нас золотая польская осень бабье лето по-русски на пикник рачай не веш ящебой кони на пикник скорее нет знаешь я боюсь лошадей рачай скорее рачай не скорее нет если вы видите новые слова пожалуйста нажимайте видео на паузу выписывайте с переводом хыба жартуешь ты что шутишь нестеты не жартуя чы выберащи дужу студентов к сожалению я не шучу а собирается много студентов праве вшысцы только килька студенток застая сухай чы могла бычьми помоць зробич закупы на тан пикник почти все праве почти почти все только несколько студенток остается слушай а ты могла бы мне помочь сделать покупки на этот пикник бардзухэнтне а цо мушиш купич с удовольствием с большим удовольствием а что тебе надо купить что ты должна купить только додатки килька слуиков муштарды трохи важев на гриля трохой печарок килька нащи пив и соков только гарниры какие-то дополнения несколько банок горчицы муштарда это готовая горчица уже в баночках немного овощей для гриля немного шампиньонов несколько пив и соков обратите внимание килька это от одного до десяти килька нащи это до двадцати мы помним что к циферкам от десяти до двадцати мы добавляем нащи точно также нащи мы можем добавить слово килька и получится уже до двадцати у нас несколько до двадцати нема справы и джемы нет никаких дел идем нет проблем типа идем вельке дженьки и джемы большое спасибо идем дженьки сокращенно от дженькуя ага момент муша справдить чы немам за мало пенензы ага момент я должна проверить немало ли у меня денег обратите внимание немам за мало пенензы слово пенензы у нас изменилось в корне и в окончании в родительном падеже и так мы с вами сегодня узнаем какие окончания у существительных и прилагательных в допэл нячу лиджи бы многие в родительном падеже множественного числа мы с вами изучали уже единственное число сейчас перешли к множественному давайте прочтем вначале студент кого студенту студент кого нет студента пененз кого чего пенензы родитель на падеже нас отвечает на вопросы кого чего кого чего денежка нет чего денег конь кони студентка студентек печарка печарек шампиньон шампиньонов воживо вожив овощ овощей например нет овощей здесь у нас множественное число и так все прилагательные в родительном падеже множественного числа имеют окончания их их независимо к какому роду они относятся существительные в среднем и в женском роде имеют нулевое окончание например прошу пенч жимных пив я прошу пять холодных пив знам дужу милых студенток я знаю много приятных милых студенток видите в русском аналогично все происходит в мужском роде в основном существительные имеет окончание у в после сдвоенных букв а также с кропкой то есть твердые и также ц мы ставим окончание после мягких которые идут с кресочкой мягкая не ставим окончание и боище дужих псов я боюсь больших псов видите очень созвучно с русским языком у нас ов здесь у в больших их и в польском языке также прилагательных кончание их немам дробных пенензы у меня нет мелких денег дробных дробных пенензы дз у нас после дз идет и не знам польских научечелей я не знаю польских учителей научечелей после ль е не и также с кресочками всех букв идет окончание и исключение овоц овоцов мы скажем переходим к упражнениям к диалогам прочтем несколько диалогов и переведем что купуем и на и перв что мы покупаем в первую очередь может вожива может быть овощи что для пань что для вас девушки-женщины килограмм печарок килограмм шампиньонов может быть 10 дековенций может быть на 10 декограммов больше что такое дека и почему поляки их используют это на самом деле популярное выражение используется все в ходу дека обратите внимание по стрелочке перейдем 1 декограмм равен 10 грамм то есть если мы просим 10 дека 10 декограмм мы имеем ввиду 100 грамм так нема проблему да нет проблемы со ешьте что еще 3 килограммы попрыгки и пенч килограммов жемняку 3 килограмма перца и 5 килограммов картофеля а то бы ищ поведяло на кишоны огурки а что бы ты сказала на кислые огурцы на соленые маринованные огурцы шведный помысл як мыслишь или отличная идея как думаешь сколько пол килограмма хыба вы старше пол килограмма я думаю будет достаточно уф добже же самоход мам близко ох хорошо что автомобиль у меня близко и обратите внимание что родительный падеж мы также используем после килограмма например пол килограмма четверть килограммы грамм дека грамм то есть после количества например или килограмм чегу полкило чегу чверчкило чегу двадеща дека чегу чего идет родительный падеж килограмм полкило четверть килограмма двадцать декограмм и после цифр Может быть, у нас это дальше будет. Да, появится. Пока об этом не говорю. Читаем следующий диалог. О, пакуешься? Докунт ще выберешь? О, ты пакуешься, спаковываешься, собираешься. Куда выбираешься? Куда ты собираешься? Яду на пикник за Краков. Я еду на пикник за Краков. То супер, это супер. Так, только мой плеток ест страшные ченшки. Да, только мой рюкзак очень такой страшно тяжелый. Фактычне, а цо ты там маш? Действительно, а что у тебя там? Тши пачки слоных палушкув, пенч пачек чипсов, бутелька коли, килька пушек пива, две пушки ожешкув. Три пачки чего? Солёных палочек. Помним, что у нас после названия упаковки также идёт родительная поддержка множественного числа. Пять пачек чего? Чипса. Бутылка колы. Несколько жестяных банок пива. Две жестяные банки орешков. То бэнджи не зла импреза. Это будет неплохая вечеринка. И второй диалог. Уже третий диалог прочтём. Мышле, чтобы купить по две пушки пива на особе. Я думаю, чтобы купить по две банки пива на человека. Только по две пушки. Выдаем ещё же то без сенсу. Может, лепить две сгревки? Только по две банки? Мне кажется, что это бессмысло. Может, лучше по две упаковки? Одна упаковка – это шесть банок, да? Так, да. Сгревка, сгревка. Скомпликованное слово. Хыба, ешче келька картонов соку и воды минеральном. Упаковка, упаковка. Трудное, сложное слово. Ну, может, ещё несколько пачек сока и минеральной воды. Или тых картонов. Сколько тех коробок пачек? Ну, не вем. Ну, не знаю. Но переводится как ну. Ну, я не знаю. Может, пенч картонов помаранчового и два картона ябкового. Может быть, пять пачек апельсинового и две пачки яблочного. Две коробки яблочного. А бутылек воды? Или, а бутылок воды сколько? Десять бутылок? Десять бутылок? То хыба за дужу. Может, четыре бутылки газованы и четыре негазованы. Это вроде как слишком много. Может, четыре бутылки газированы и четыре негазированы. Впожонтку. Цось ешче? Ну, типа, окей, хорошо. Что-то ещё? Хыба вшыстку. Решта мялы купить девчины. Вроде как всё остальное, остаток, должны были купить девочки. Итак, мы видим, что родительный падеж. Мы используем после цифр всех, кроме 2, 3, 4 и циферки 1. Циферка 1 у нас вообще не множественное число. Помним, что 2, 3, 4, мы уже это проходили с вами. Мы используем мяновник, чилиберник, лиджбы многих. После цифр 2, 3, 4 и чисел, которые заканчиваются на 2, 3, 4. Например, 123, 84, 52. Вот такие цифры, где 2, 3, 4 в конце стоит. Кроме 12, 13, 14 мы используем именительный или винительный падеж множественного числа. Они совпадают окончания. После всех остальных цифр мы используем родительный падеж множественного числа. Давайте потренируемся и выполним четвёртое упражнение. Подсматриваем. После цифр 2, 3, 4 смотрим сюда в табличку окончаний. После всех остальных цифр смотрим в родительный падеж. Итак, у нас нарисовано 2 картоны. Мы видим 2 картоны. Картон, мужской род, окончание и во множественном числе. Тши пачки. Тши пачки, по-русски я уже начал говорить. Три пачки мы скажем. Тши пачки. После КГ у нас также окончание и пачка. Женский род, смотрим сюда. Четыре бутельки. Четыре бутылки. Собственно, созвучно с русским языком. Две пушки. Пушка, две пушки. Две жестяные банки. После всех остальных цифр, кроме 2, 3, 4, как мы видим, мы используем допэлнят. Смотрим в эту табличку. Ощем пушек. Восемь жестяных банок. Ощем пушек. Пушка. Женский род. Пушек. В серединку ставим. Э и нулевое окончание. Пенч картонуф. Пять коробок. Картон. На твердую заканчивается. Мужской род значит уф окончание. Пенч картонуф. Пенч пачек. Пять пачек. Пачка. Пачек. Видите, в русском языке тоже у нас в основу добавляется Э. И так же происходит в польском языке пачка. Пачек. Дещинч бутелек. Бутелька. Бутелек. Дещинч бутелек. И упражнение номер пять. Такое классное для того, чтобы потренироваться. У нас здесь есть... Мы диалоги составлять не будем. У нас здесь есть написано циферки или количество и наименование продукта в каком-то определенном количестве. Помним, что после цифер два, три, четыре мы смотрим вот сюда подсказочку. После всех остальных цифр вот сюда подсказочку смотрим. Нам нужно сказать не пять йогурт фруктовый, а пять йогуртов фруктовых. То есть пять чего? Давайте выполним. Пенч йогуртов овуцовых. Смотрим. Пять значит допелнят. Йогурт на твердую в мужском роде заканчивается. Значит добавляем окончание уф. Пенч йогуртов яких овуцовых. В их прилагательное окончание их. Боханек хлеба. У нас один, если буханка, буханка чего хлеба, просто в единственном числе родительный падеж. Либо же мы можем сказать несколько буханок хлеба. И тогда мы скажем килька бохенкув хлеба. Бохенкув чего хлеба. Две бутельки воды минеральной. Две бутельки воды минеральной. Бутельки здесь смотрим. Название упаковки сюда смотрим. Бутельки чего воды минеральной. Здесь у нас пользуется родительный падеж единственного числа. Помним, что в женском роде окончание и у существительных, и у прилагательных. Две бутельки чего воды минеральной. Десять пластыркув шинки. Десять пластыркув. Десять ломтиков. Чего шинки. Также родительный падеж единственного числа уже. Пол килограмма жутего сыра. Пол килограмма чего желтого сыра. Родительный падеж единственное число. Прошлое. Например, пожалуйста, дайте мне чего-то. Слоик кишоных огурков. Баночку стеклянную. Чего? Кишоных огурков. После названия упаковки, тары, у нас идет родительный падеж. Если множественное число, мы смотрим в табличку. Четыре. Раз, три, два, три, четыре. Смотрим в берник или в мяновник. Множественного числа. Четыре картоны соку. Четыре картоны чего соку. Это уже дополнячь личбы поедынчай. Здесь у меня идут таблички. Мы уже знаем этот падеж. Две пушки кукурудзы. Две пушки чего? Кукурудзы. Две банки кукурудзы. Килограмм яблок. Килограмм чего? Яблок. Ябко. Средний род чего? Яблок. Пенч пластерков жёлтого сыра. Пенч пластерков. Пластерек. Мужской род. Значит, окончание уф. Пластерков. Чего? Опять же, родительный падеж единственного числа жёлтого сыра. Жёлтого сыра. Следующий. Три пачки часток. Три пачки. Раз, три цифры. Значит, смотрим в наш левый угол. Три пачки чего? Часток. Ковалок. Шинки. Кусок шинки. Два помидоры. Два помидор. Помидоры. Два, три, четыре. Смотрим сюда. Пенч картонов млека. Пенч картонов млека. Два килограммы жемняков. Два килограммы чего? Жемняков. Картофеля. Дальше. Десять яек. Не вем для чего. Мам написаны яблок. Препрашиваем, Бардзо. Возможно, автозамена. Почему-то у меня здесь. Яйца превратились в яблоки. Ну, главное, что грамматически правильно написано. Десять яек. Мы скажем. Яйко. Средний род. И у нас нулевое окончание во множественном числе. Десять чего? Яек. Пенч бутелек. Коли. Пенч бутелька. Нулевое окончание. В женском роде. Бутелек. Коли. Чего? Кока-колы. Пять бутылок колы. Четыре огурки. Огурек. Смотрим сюда. Два, три, четыре. Четыре огурки. Пушка. Тунчика. Пушка чего? Жестяная банка тунца. Пуделка. Чеколады. Множественное число. То есть мы не одну коробочку шоколадок, а коробки пуделка чеколады. И последнее у нас. Тут написано диалог, но мы не будем диалоги составлять. Два, слоики джемут руссковковего. Два, слоики чего джемут руссковковего. Здесь у нас идёт именительный падеж множественного числа, а здесь родительный падеж единственного числа. Пенч пушек пива. Пять банок пива. Пушка, женский род, поэтому нулевое окончание. Ковалок келбасы. Кусок чего? Колбасы. После названий упаковок, а также много-мало. Кусочек, ломтик. Идёт родительный падеж. Не забываем об этом. Помним. Две пачки хербаты. Две пачки после КГ идёт И. Потому что два, три, четыре мы сюда смотрим. Чего чая? Хербаты. Бутелька чего воды минеральной. Бутылка воды минеральной. Пожалуйста, потренируйтесь ещё раз. Проговорите всё это вслух. Посмотрите. Ставьте на паузу. Смотрите в презентации. Почему так? Где какие окончания? Откуда мы это берём? Презентацию, кстати, сейчас доступна только для спонсоров канала. Поэтому вы можете стать спонсором канала. Смотреть презентацию. А также в качестве плюшек я буду добавлять туда новые видео. Доступны только для спонсоров канала. С практическими заданиями. Итак, домашнее задание. Разберитесь, пожалуйста, со всеми окончаниями родительного падежа. После два, три, четыре мы используем именительный или винительный падеж множественного числа. После всех остальных цифр у нас идёт дополнительный падеж. После названий упаковок, количества. Сейчас мы найдём. Вот, количество, много-мало. После килограммов. То есть после какого-то количества весов, упаковок у нас идёт родительный падеж множественного числа. Запоминайте, пожалуйста, окончание. Прочитайте, пожалуйста, вслух ещё раз все диалоги. Если есть незнакомые слова, выписывайте их. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!